Поговорим о поощрительной еде, о том, что вы едите, потому что заслужили, и хотите поощрить себя за что-то хорошее, чем-то приятным. Это прекрасно, но может повлечь проблемы. Стоит только начать, и вы будете поощрять себя всё больше и больше. Это абсолютная ловушка. И вы оказываетесь в этой ловушке. Потому что вы поощряете себя тем, что в итоге покарает ваш организм. Сначала даст удовольствие, а затем обратится в боль. Так что вот, что я вам посоветую. У вас нет причин не поощрять себя. Но надо понимать, что есть разница между тем, что нужно вам, и тем, что нужно организму. Для организма же пироженка или мороженка не будут поощрением. Организм они не поощряют. Они дают вам приятные ощущения на время, на несколько секунд. Но организму это не нужно. Правда. В общем и целом, ему это не нужно, ведь эффект получается деструктивный. Так что здесь вам стоит проявить сознательность и отдавать себе отчёт в том, что происходит. Лично я абсолютно не против, чтобы вы себя поощряли. Просто делайте это с полным осознанием, что это будет причинять вред в следующие несколько дней. Надо притормозить и спросить себя, «Ммм, а стоит ли игра свеч?» Ещё я рекомендую приготовить какие-нибудь полезные вкусняшки. Вы можете приготовить здоровый хлеб с семенами чия, здоровое мороженое. Вы можете сделать здоровую пиццу, здоровые рецепты, даже тортик из миндальной муки. И это будет лучшим поощрением, чем что-либо другое. И лучше завести привычку делать так, потому что иначе это может выйти из-под контроля. Ведь когда вы так делаете, сахар в крови падает, но с натуральными сахарами, такими как эритрит, ксилит и стевия, не будет этих проблем с сахаром в крови, и вы не будете хотеть их каждый день. Я попадал в эту ловушку лет 30 назад. Я тогда любил мороженое. Съедал целых пол-литра. Это было чудесно. Я ел его на ночь. Я чередовал разные вкусы. Я лучше спал из-за сахарной комы. И затем, на следующий вечер, бум, я опять его хочу. И на следующий снова. Оглянуться не успел, как вся моя жизнь вертится вокруг удовольствия от поедания мороженого. И я жду не дождусь вечера, чтобы попробовать новый вкус. Что ж, со мной стало вот что. Глаза начали краснеть. Я начал толстеть. У меня появилось брюшко. Появилась утомляемость. И через полгода я подумал, куда, чёрт возьми, я себя завёл? Это вредная привычка, на которую я подсел неосознанно. То есть, задача в том, чтобы разуть глаза и начать отдавать себе отчёт в том, что закидываешь в топку. В общем, вот вам совет. Следуйте ему. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.